Приветствую! Сегодня 3 января 2024 года и мы поговорим о ситуации с выездом мужчин из Украины. Итак, на сегодняшний день законодательство, регулирующее правила пересечения границы, не изменилось. Никакое, нет ни новых законов, нет изменений в постанову 57, то есть все в законодательстве, как и было в 2023 году. Но по факту правила изменились и сейчас мы разберемся с тем, кто может выезжать, у кого это получается легко, у кого не получается и что с этим делать. Итак, перечень людей, перечень мужчин, которые могут выехать из Украины во время мобилизации остался прежним. Мы его все хорошо знаем, инвалиды, сопровождающий и так далее. Кто выезжает без проблем на сегодняшний день? В первую очередь, непригодные с исключением с учета, если у них есть довид КВЛК. Этих людей проверяют, то есть каждый такой случай проверяется, документы верифицируются. Но если у человека эти документы реальные, да, неподдельные, то безусловно он выйдет, ну может быть естественно задержка с проверкой их и все. Далее, люди с инвалидностью, люди, которые сопровождают инвалидов, сопровождающие тех, кто нуждается в уходе, мужчины, у которых трое и больше детей. Все эти люди выезжают в том случае, если у них оформлена отсрочка. То есть, если отсрочка есть, все, человек выезжает без проблем. Проблемы начинаются в том случае, если у тебя нет отсрочки. То есть, на сегодняшний день, если едет, например, человек с инвалидностью, У него есть пенсионная, где написано, что у него пенсия по инвалидности. У него есть банковское приложение, в котором видно, что ему приходит пенсия. Это не гарантирует ему выезд. Почему? Потому что у него нет военного билета, где есть отметка об отсрочке. Все. Та же самая история с сопровождающими. То есть, вы сопровождаете своих родителей, у вас есть все документы, которые предусмотрены правилами пересечения государственной границы. И вас не пропускают. Почему? Потому что у вас нет отсрочки. Почему пограничники решили вдруг, что они уполномочены проверять военно-учетный документ и искать там запись об отсрочке, мне непонятно. Почему непонятно? А потому что официальная позиция погранслужбы на сегодняшний день следующая. Ничего не поменялось. Все правила прежние, все выезжают по прежнему списку документов. Мы просто там что-то там проверяем. И все. Хотя по факту, те, кто ехал на границу, те знают, что правила поменялись. Что делать? Что делать в этой ситуации? На сегодняшний день за вот эти три дня уже есть несколько у меня подтверждений тому, что старый способ, старый проверенный способ работает. Старый проверенный способ это ехать на другой КПП. То есть мы едем просто на другой пункт пропуска в надежде встретить там пограничника, у которого немножечко другая жизненная позиция и другое настроение. И люди выезжают. Уже есть несколько случаев, где люди, получив даже письменный отказ в пересечении границы, поехали на другой пункт пропуска и выехали. И что самое интересное, выехали без проблем. То есть никто им голову не морочил, документы проверили и пропустили. А о чем это говорит? Это говорит о том, что система у нас снова не работает. Что правила пересечения не работают. Что есть у нас, видимо, какой-то лист внутренний ДПСУ, где что-то написано. И почему я говорю что-то, потому что это же лист этот не является нормативным документом. В итоге пограничники принимают решение на свое усмотрение. Что не совсем мне вообще понятно. Как юристу, как человеку, который продолжает отстаивать идею того, что Украина должна быть и должна стремиться вообще к тому, чтобы быть правовым государством. Правовым государством, с которого будут брать пример другие государства. Потому что на сегодняшний день наш рейтинг не самый лучший, мягко говоря. И вот мне непонятно, если мы хотим быть действительно правовым государством и в рейтинге не пасти задних. То мне кажется, в таком важном вопросе, как пересечение границы Украины. А конституционное право, напомню это. То, что я говорю важный вопрос, это не потому, что я решил, что это вопрос важный. Это конституционное право человека на выезды своей страны. Так вот, это право должно, мне кажется, реализовываться в соответствии с Конституцией Украины, а не с тем, какое настроение сегодня у пограничника. И какая у него жизненная позиция на листы ДПСУ. Но, видимо, я что-то не совсем правильно понимаю. Плохо учился в университете, наверное. Что нас в этой ситуации может порадовать? Самую малость, чуть-чуть, нас может порадовать то, что Дмитрий Лубенец, это наш омбудсман, уполномоченный по правам человека, уполномоченный Верховной Рады. Он заявил свою позицию. Спустя полтора года пан Лубенец начал сомневаться в том, а нет ли на границе нарушений конституционного права на выезд из Украины. И вот он сказал, что он с этим разберется. С одной стороны, понятно, я где-то тут ерничаю, да. С другой стороны, меня несколько даже радует, что все-таки, наконец-то, омбудсман обратил на это внимание и хоть как-то высказался. И высказался достаточно позитивно, позитивно с точки зрения граждан Украины, да. Есть надежда, что он что-то будет в этом направлении делать. Кстати, почему у меня опять же есть надежда, потому что омбудсман выразился и негативно по отношению к законопроекту номер 10378. Это вот тот новый законопроект о мобилизации, да, который нашумевший, где написано, предлагается установить нормы, согласно которым там штрафы сумасшедшие, да, с блокированием счетов, с блокированием недвижимости, с лишением права управлять транспортным средством, если ты не явился по повестке и так далее. Особенно, ну, логика же какая, да, вот представьте, ну не явился человек, у которого инвалидность по повестке, да, мы ему взяли, все заблокировали. А смысл? А в чем смысл такого жесткого, таких жестких санкций? Потому что вы же все равно человека этого призвать не можете. Зачем по отношению к нему так относиться? Но эти вопросы они не ставили, авторы законопроекта, а вот Лубенец эти вопросы поставил. И меня очень радует, что вот он в таких очень-очень неоднозначных с точки зрения государства, да, вопросах, где нужно с одной стороны вроде бы как политику партии защищать, да, назовем это так, А он высказывается против. То есть есть там какие-то течения, на мой взгляд, знаете, я же всегда оптимист, ищу что-то хорошее, значит, там есть какие-то течения, есть депутаты, которые, наверное, все-таки думают и видят эту ситуацию иначе, и думают о том, что есть у нас проблема с защитой и соблюдением прав человека. А граница, что граница? Граница молчит. Вот я же мониторю все их информационные каналы, и нигде они не говорят про то, что нужно вот отсрочку, например, предоставить, да, что будут проверяться эти документы. Никто об этом не говорит. Зато они там публикуют прекрасные видео с такими язвительными комментариями о том, как они там предупредительные выстрелы делают, как они ловят ухылянтов и прочее. Но хотелось бы сказать, дорогие ДПСУ, но может стоит все-таки и дать какую-то информацию людям, да и вообще работать согласно Конституции Украины и уважать своих граждан надо, потому что, на мой взгляд, то, что они пишут в своих телеграм-каналах, в Фейсбуке, ну, госорган не имеет права подавать так информацию о гражданах Украины. Они не ухылянты, они не перебежчики, они не молодята и прочее, вот, да, как они там упоминают, называют граждан Украины. Они граждане Украины. И это те граждане Украины, за счет которых вы получаете зарплату. Так, надо, наверное, к ним относиться более уважительно. И тогда, может, и к вам будут тоже уважительно относиться. Но это уже я такое. Вот. Друзья, если какая-то информация появится, вот, новая, то ли правила изменятся, то ли что-то ДПСУ даст какие-то разъяснения, обязательно сделаю видео, обязательно разбор сделаю. Но пока вот есть, что есть. То есть полная неопределенность. И если вы не поехали, еще не выезжаете, да, вот, не купили билеты, то, наверное, нужно либо подождать, пока устаканится все, ну, либо уже идти в ТЦК, оформлять отсрочку, если вы в каком-то ближайшем обозримом будущем планировали выезжать. Потому что без отсрочки, ну, есть вероятность, что вы проедете несколько пунктов и вам все равно будет отказано в выезде. К сожалению, ситуация вот такая. Если вы считаете, что видео было полезным, если вы разделяете мои мысли, ставьте лайк, подписывайтесь на мой Ютуб канал. Также приглашаю вас в свой Телеграм-канал, там я делюсь информацией оперативнее, чем в Ютубе. Ссылочка на Телеграм-канал есть в описании к данному видео. Ну, а я вам традиционно пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Продолжение следует...